Здравствуйте! Это новости на ННТ, в студии Махач Курбанов и в начале выпуска коротко о главном. И снова горел рынок по улице Чиказака. Пожар локализован, причина возгорания устанавливается. Хорошие условия, большие возможности. Республиканская станция переливания крови сегодня торжественно открылась после капремонта. Десятки медалей различного достоинства завоевали дагестанские грэпплеры на чемпионате России в Чечне. Подробности в разделе спорта. На рынке в Махачкале снова произошел крупный пожар. Возгорание началось на хозяйственно-вещевом рынке Дагаэлектромаш по улице Ирчи Казака в Махачкале. Площадь пожара составила 400 квадратных метров, сообщили в МЧС Дагестана. Огнем были охвачены 8 контейнеров, 5 из которых одноярусные, 3 двухярусные. Развитие пожара способствовало плотное расположение павильонов и расположение на вторых этажах стадоцких помещений с наличием лакокрасочных покрытий. В настоящее время пожар локализован. Причина возгорания устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал. Всего к ликвидации было привлечено 62 человека и 17 единиц техники. За разбойные нападения жителю Хасавюртовского района назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 18 лет, сообщает прокуратура Дагестана. С 2013 по 2017 год обвиняемый действуя в устойчивой вооруженной группе со своими знакомыми совершил 8 нападений на граждан в целях завладения их денежными средствами и имуществом. В перчатках и масках с огнестрельным оружием в руках злоумышленники проникали в дома потерпевших и, угрожая применением насилия, похищали деньги и ценности. Другие соучастники преступлений осуждены к длительным срокам лишения свободы. Накануне в Унцикульском районе произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Примерно в 18.25 на 12-м километре автодороги Шамиль-Калай-Ирганай 50-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Мерседеса, за рулем которого был 62-летний житель села Ирганай. От столкновения ВАЗ отбросило на КАМАЗ, который двигался сзади в попутном направлении. Водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте. Водитель Мерседеса с различными травмами госпитализирован в больницу Шамиль-Калы. Республиканская станция переливания крови сегодня торжественно открылась после капремонта. Как сообщает Прослужба Минздрава Дагестана, медучреждение также было оснащено современным дорогостоящим медоборудованием. В церемонии открытия принял участие в РИО-министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, которая отметила, что закупка новых аппаратов позволит республиканской станции заготавливать еще больше донорской крови и ее компонентов. На переливании крови ежедневно принимаются до 50 доноров. У них большое количество выездных акций. Сотрудники активно работают со всеми министерствами и ведомствами. И мы очень рады, что наше население поддерживает данные акции и понимает, насколько они важны и необходимы. Многие готовы прийти на помощь, стать донорами, отметила руководитель ведомства. После официального открытия состоялось торжественное награждение от лишившихся сотрудников центра. Почетные грамоты и благодарности Министерства здравоохранения Дагестана за самоотверженный и добросовестный труд в условиях пандемии получили 11 сотрудников станции переливания крови. При банкротстве застройщика средства материнского капитала возвращаются в Пенсионный фонд России Фондом защиты прав дольщиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинского района Махачкалы. По данным ведомства, постановление правительства России от 19 октября 2020 года были внесены изменения в правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. То есть правительство скорректировало правила направления материнского капитала на улучшение жилищных условий. Установлено, что в случае прекращения договора специального счета для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом при расторжении договора участия в долевом строительстве средств материнского капитала должны быть возвращены в Пенсионный фонд России, на счет, с которого они были перечислены в течение пяти банковских дней, пояснили в надзорном органе. Пенсионный фонд обязан внести сведения о возвращенных средствах материнского капитала на информацию, содержащуюся в Федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры в господдержке. В результате данных изменений участники долевого строительства смогут повторно использовать средства материнского капитала без обращения в судебные инстанции. Денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей получат три призера Всероссийской Олимпиады школьников 2020 года. Об этом сообщает Минобранауки Республики. Премии начислят из бюджета правительства в рамках госпрограммы развития образования Республики Дагестан. Кроме школьников 100 тысяч получат и учителя, отличившихся ребят из лицея номер 39 Махачкалы, Султан Янгюртовская средняя образовательная школа имени Акаева и Республиканского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей из Махачкалы. О спорте. Боксер-профессионал Раджа Бутаев победил американца Терри Четвуда на турнире в Лас-Вегасе. В поединок продлился три раунда. Бутаев нанес своему оппоненту удар по корпусу, после которого Четвуд был не в состоянии продолжить бой. Для американца это первое поражение на профессиональном ринге. Отметим, что непобежденный Раджа Бутаев одержал 13-ю победу в карьере. Свыше 30 медалей различного достоинства завоевали дагестанские грэплеры на чемпионате России в Чечне. Соревнования проходили в двух дисциплинах – в кимоно и без кимоно. В разделе «Ноги» воспитанники республиканских спортшкол выиграли 6 золотых наград. Еще пять раз наши грэплеры поднимались на первую ступень пьедестала в дисциплине «Ги». Помимо этого, на счету дагестанцев 10 серебряных и 15 бронзовых медалей. По итогам турнира наша сборная заняла первое общекомандное место. И на этом у нас все. Оставайтесь с ННТ, не переключайтесь, смотрите новости. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин